40 тысяч лей. Столько средств из резервного фонда предусмотрело для погорельцев руководство района Басарабяска. Жители дома номер 15 по улице Ленина, пострадавшего от пожара, сами обратились с заявлением в районную администрацию с просьбой о помощи. Но обсуждение этого вопроса тоже вызвало дискуссии. У меня есть предложение к этому вопросу. Такое. Убязать руководство района. Изыскать финансовые возможности для указания помощи вышеуказанным лицам, которые пострадают пожара, в сумме по 20 тысяч лей каждой семьи. Изыскать возможность. Давайте сейчас есть, нету. Искать будем. Искать, значит, искать. Будет 5, будет 10, будет 15, будет 11, будет 20. У меня такое предложение. Прежде чем говорить, что обязать руководство 20 тысяч картам на тире, мне кажется, надо эти обоснования деньги взять. Знаете, что в резервном фонде остается, если мы эти 40 тысяч лей. Имейте в виду резервный фон. Сейчас, да, я скажу. В резервном фонде остается, мы специально оставляем 30 тысяч, а мы обязаны оставить в резервном фоне деньги, потому что, не дай бог, что-то получается в районе, потом будет всем плохо. Поэтому эти деньги должны остаться. Второе. Мы еле-еле, вы сейчас приняли решение в хирургию как-то найти деньги. Как принять решение обязать найти 160 тысяч, когда их нет? Зачем вот это сейчас говорить, чтобы люди слышали, что обратно кто-то хочет дать, а кто-то не хочет дать? Несмотря на то, что председатель района был против, предложение Петра Рычила поддержали и другие советники. Мы можем обязать руководство района обратиться в правительство для оказания помощи этим людям. Это решение, которое сейчас мы принимаем, то, сколько выделяем, выделяем. Но в дальнейшем делаем дописку, что в дальнейшем рассмотреть и определить, сколько можно будет еще помочь этим людям по мере возможностей. Как отметил исполняющий обязанности секретаря районного совета Георгий Левицкий, для того, чтобы дополнительно выделить деньги погорельцам пострадавших от пожара квартир, необходимо указать источник финансирования. Можем внести дополнение. В конце года из свободных остатков изыскать возможность, но это будет правильно. Для того, чтобы сегодня выделить эти пять тысяч из свободных остатков до... До добавки. Да, да. Так правильнее будет. Из свободных остатков формируется в конце года. При исполнении бюджета. Это может быть на первой сессии 2017 года. Это может быть в мае 2017 года. Мы можем на следующей сессии выделить струбку, струбку, еще под пять тысяч. Татьяну Унтилы также интересовала, предоставила ли примария города райсовету пакет документов по данному дому, чтобы руководство района могло обратиться за помощью в правительство. Мы до сих пор ждем документы все с примарией здесь, чтобы отправить их туда. Хорошо. Так как на момент обсуждения данного вопроса примара города в зале уже не было, за него заступился один из советников. Проект со всеми сметами, со всеми людей уже в правительстве. Это идет, и лично примария этим занимается. Поэтому, что вы, кто сделал, кто начал делать, почему у нас должно быть пим-пом? Начинают делать город, потом переключаемся на район, с района идем к дяне Васе, потом доезжаем к Башкалию, потом в погребе, потом не знаю куда, где не потерялись. Есть примар, взял на себя ответить по этому вопросу, получится, значит молодец. Если получится, значит мы ему здесь выскажем все, что нам нужно. А не получится так, что если примар обратится прямо напрямую, уже вы говорите, обратился к примарию, может быть они могут так, что они примарии могут дать меньше, чем райсполкому? Нет. Если райсполком обратился, мы дали бы больше. Нет? Нет. Нету разницы. Занимается один человек. Пусть занимается. После продолжительных дискуссий советники единогласно проголосовали за то, чтобы выделить погорельцам 40 тысяч лей и обязать председателя района изыскать возможность оказать дополнительную финансовую помощь этим людям. Сегодня советники решили обязать председателя, но понимаете, когда они говорят обязать председателя выделить определенную сумму денег, они должны понимать, а это я объясняю всем людям, что должно быть финансовое покрытие, откуда взять эти деньги. Они не могут сказать откуда взять, а обязать председателя, все скинуть на председателя. Но хочу людям сказать, и погорельцам. Я с первого дня, когда был там пожар, я первый, кто из руководителя района города приехал туда-то был я. Мы созвали в ту же ночь червячайную комиссию. Мы решили вопрос с этими пожарными из Гагузи, чтобы люди были понятны, что люди приехали за свои средства, мы с Фёдой им оплатили. Мы выделили им сейчас 40 тысяч. Я хочу просто им сказать, что Примария по сегодняшний день не выделила ни одного лея этим людям. Не собрался ни разу, ни один раз по этому вопросу городской совет за два месяца. Вот, чтобы люди понимали, что дом находится на балансе Примарии. И Примария обязана была сразу же, в первый же день созвать в ту же ночь червячайную комиссию города. Созвать городской совет. И посмотреть, что может городской совет. И потом в Ходотайцев районный совет. А мы понятно. И я как житель города, я обязательно бы помог. И то, что мы и делаем, помогаем людям. Мы и будем помогать. Но каждый должен знать, чем он должен заниматься. И сегодня сваливать всё на районные советы на председателя, из-за того, что, моё мнение, что он не способен с этой ситуацией справиться, поэтому сегодня человек пытается перекинуть все проблемы на руководство района. Но не получится, ещё раз говорю. Потому что я знаю, что я должен делать. Я был рядом с людьми и буду рядом с людьми. Примар прокомментировал обвинение в свой адрес так. Данное здание находится на балансе по ЖКХ. Квартиры, которые сегодня пострадали от пожара, они приватизированы. Но сегодня примария посчитала нужным помочь этим людям, хотя примария не обязана помогать этим людям. Я ни разу не обратился за помощью к районному совету. Всё, что делается, это благодаря моих собственных усилий. Председатель района в интервью сказал, что примария не выделила ни одного лея погорельцам. Так ли это? Председателю района нужно перестать заниматься демагогией. Потому что сегодня всё, что делается для этих людей, это делается только за счёт средств примарии и лично моих средств. Председателю района нужно было прийти со своей фракцией, когда проводился благотворительный концерт. Для помощи этим погорельцам. Примария выделила деньги на техническую экспертизу и на проект данной крыши. Как отметил Валентин Чемпоеж, для того, чтобы созывать заседание городского совета и комиссии по чрезвычайным ситуациям, необходимо было сначала собрать все документы. Для того, чтобы собрать чрезвычайную комиссию, нужно было получить проектную документацию техническую. И от МЧС бумаги в связи с этим пожаром. Мы сегодня собрали все документы по этому дому и отправили в правительство. Мы слышим по телевидению о том, что председатель говорит, что нам сегодня предоставит примария города техническую экспертизу и проект, соберёт все документы, они обратятся к правительству, но тут же говорят о том, что мы не надеемся на то, что правительство нам поможет. Это что за председатель, который не может решить ни одного вопроса в нашем городе. Напомним, пожар в доме номер 15 по улице Ленина произошёл в конце августа. От возгорания пострадали квартиры, расположенные на втором этаже, и полностью сгорела крыша.